Я так понимаю, что каждая из ваших сторон высказала в своем дне в отношении этого конфликта и в настоящий момент в принципе достигнуто определенное соглашение по определенным пунктам. Ольга, я правильно вас понял, что вы готовы понести расходы по ремонту квартиры Алексея, осуществить приобретение путевки для восстановительного лечения ребенка и принести свои извинения? Да, да. Алексей, я могу прямо сейчас вам принести свои извинения и пояснить вам, что я готова возместить материальный ущерб и частично возникнет расходы на лечение ребенка вашего, к моему сожалению, пострадавшего от всего этого. Но вы должны также согласиться со мной и пометь меня, что все люди делают ремонт, но не все знают. И, соответственно, они шумят, пылят, там что-то производят, какие-то движения, может быть, иногда громче, чем надо или еще как-то. Но не все понимают, не все могут нести ответственность на действия вот этих рабочих. К тому же эти рабочие являются работниками организации, которые работают у меня по договору. И работники этой организации, это и должна с ними разбираться и, соответственно, с вами определять моральный вред и так далее. Вот такая у меня позиция. Ну, хотя бы о компенсации. Да, да. Вы готовы принять данные, значит, извинения, которые уже принесены в процессе медиации и пойти на подписание вот такого соглашения, что возмещаются расходы на проведение ремонта у вас в квартире, а также оплачивается путевка в санаторий для лечения ребенка. Мы готовы приступить к писанию данного соглашения? Только разрешите, я один уточняющий вопрос задам. Ну, извинения, конечно, принимаются и давно пора было провести такую процедуру. У нас эти расходы еще не произведены. У нас есть смета на ремонтные работы. Вот эта смета ремонтных работ показывает 40 тысяч рублей. Для трехкомнатной квартиры это очень скромная сумма с учетом характера повреждений на потолке. Я хотел бы, чтобы Ольга в последующем не оспаривала размер этой суммы. Могут ли мне быть какие-то гарантии предоставлены? А то мы сейчас договоримся как-то неконкретно, а потом Ольга увидит смету и начнет задавать какие-то встречные вопросы. Я этого опасаюсь. Ольга, вы готовы? Да, ну я так поняла, что все эти повреждения уже были заактированы, да? То есть Алексей предъявляет обоснованные претензии? Они были заактированы, конечно. Они были заактированы представителям УКХ, да? Представителям. Мы и вам тоже уведомление письмо направляли. Вы могли подойти, если бы была такая возможность? Ну, думаю, вам что-то помешало? Да, мне действительно что-то помешало. Хорошо, мы можем закрепить эту сумму, Сергей, наверное, в соглашении, чтобы по этому пункту у нас больше не возникало. Еще тогда обоюдный вопрос к обеим сторонам. Оплата путевки. Оплата путевки – это тоже какое-то достаточно имущественное требование. Да. Да, у нас здесь самое скромное требование. Вы знаете, речь идет о карловых ворах. Я думаю, правильно вам определиться в плане того, куда, возможно, ребенок сможет поехать. И какая это будет сумма. Продолжение следует... Продолжение следует...